Приветствую вас, Дина. Я думаю, что начать свой ответ надо бы с того, чтобы вам определиться с тем, чего вы хотите, то есть что вам нужно конкретно. От этого, наверное, будет зависеть всё остальное. Да, у вашего мужа есть определённые сложности, это безусловно. У вашего мужа есть определённые трудности, это правда. Но дело здесь не в этом, дело здесь не в том, что у него есть определенные трудности, у него есть определенные сложности, а дело здесь в том, какие отношения между вами, какие отношения у вас. Если это отношения доверительные, если это отношения искренние, то в принципе любой кризис можно преодолевать, любой кризис можно в принципе пройти, любой кризис можно пройти. И напротив, напротив, если у вас отношения недоверительные, если у вас отношения не искренние, если есть с этим какие-то трудности, какие-то проблемы, то в таком случае, конечно, будет достаточно тяжело отношения наладить. Для начала вам необходимо разобраться с двумя вещами основными. Первое. Это то, что касается восприятия, восприятия вами отсутствия сексуального желания со стороны мужчины к вам. Это первое. Идея здесь заключается в том, что, чтобы вы не думали хуже о себе или как-то иначе о себе, из-за того, что муж к вам не прикасается. Это очень важно, потому что как бы у мужа могут быть свои трудности, у мужа могут быть свои проблемы, вот. А вам совершенно не нужно реагировать на это так, как будто бы дело в вас, вот. Потому что чисто объективно, вот. Дело в вас, в принципе, быть не может здесь. Конкретно в вас. Хотя, конечно, ответственность за то, что ваши отношения сложились так, на вас следует. Но ответственность это не вина и уж тем более не означает, что вы какая-то не такая. В частности, вот. Это вопрос самоценки. То есть, я имею ввиду, что ваша самоценка не должна выдеваться от того, что ваш муж к вам не прикасает. Потому что у него могут быть свои, ну, свои основания, да, свои проблемы, свои какие-то трудности. Вот. И прочее. Понимаете, да? О чем идет, о чем идет речь. Дальше. Вам желательно несколько лучше заявлять о себе. Несколько лучше заявлять о том, чего вы хотите. То есть, говорить о своих желаниях. Говорить о своих потребностях. Говорить о том, что вам необходимо, о том, что вам нужно. Крайне необходимо. То есть, не обращать внимания на человека. А именно, говорить о том, что вас волнует. Дальше. Вы интересуетесь тем, что ему нужно, но на самом деле нужно разобраться с тем, что необходимо вам. И, соответственно, когда вы разберетесь, вы сможете выстраивать свою модель поведения в соответствии с этим. Но очень важно отделять то, что для вас неприемлемо, от того, что вам неприятно. Это то, что мне кажется важно. Вот, в принципе, такой чисто глобальный можно дать вам ответ на вопрос. Я надеюсь, это было полезно вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.